Потому что мы говорили на тему тоже непонятную, но я молчал на нее, но сейчас я буду говорить о традиции академического прогнозирования. То есть это группа людей, которых мы называли главным персонажем здесь и главной личностью академии является Тамара Моисеевна Деридзе, наш выдающийся, как в Википедии пишут социолог, слово выдающееся не мое, хотя я с ним согласен. И эти заседания были организованы, и ее работа их крупких лиц, они все взаимосвязаны. Это заседания конца 90-х, начала 2000-х годов, потому что Дериды уже 20 лет нет на этом свете, на этой земле. И заседания эти проходили на пятом этаже здания президиума, пятый этаж, это как раз президиум российской академии наук, вот как раз где и уже комиссии, и всего, тоже опирались на пятый этаж. Значит, главным лицом, который в академии поддержку, был академик Роушенберг, которого все знают хорошо, как человека, который занимался космосом и который написал книгу о Троице. Поэтому я первый тезис, предваряющий тезис, вот этой преамбулы, хотел сказать вот именно о том числе, сегодня 31 мая, такое очень интересное число в смысле прогнозов. Потому что, во-первых, мы на период весны лета, у нас скоро Троица приближается, который Роушенберг писал. У нас совсем недавно, и тоже, кстати, на секции лесовидения мы говорили о 100-летних юбилеях, да, совсем недавно, если он был 27 мая, ровно 100 лет, а уж кто прогнозами занимался и занимается сейчас. Но это особо вот и по прогнозу, и делал, и воплощал, и так далее. Об этом я еще расскажу. Но вот на эту, как бы, дату я еще так, готовясь сегодня к выступлению, посмотрел, наверное, многие знают Игорь Григорьевича Яковенко, который в рамках вот этих публикаций, ну, это известный довольно наш политолог, такой, достаточно резкими взглядами, членами коллегии вот этой серии, о которой я буду говорить, значит, вот эта серия, субъект в мире и мир-субъект, она издавалась в Академии наук, значит, издательство наука, соответственно, тиражами, которые сейчас кажутся очень большими, потому что год назад официально книжная палата сказала, средний тираж научных изданий, какой сейчас? Какой, в респектном тираже? Нет, намного меньше. Намного меньше. От 15 до 85 экземпляций. Нижняя черта – это официальные данные книжной палаты, которые сейчас вычитают в Российскую государственную библиотеку. Тогда вот эти книжки выходили тиражом все-таки 1600-400, разные книжки. Вот как раз эта группа людей. Так вот, Яковенко в 2003 году говорил о том, что уже стало общим местом, он пишет письменно, в 2003 году, что мы живем в эпоху глобального перелома кризисной трансформации, которой не было много столетий, как минимум. Это он писал 20 лет назад. И вот из этой ситуации мы с вами не выходим. Из этой ситуации, потому что 31 мая нам кажется той датой, которая намного лучше в кризисе сидит, чем даже 2007-й, 2008-й, когда начался финансовый кризис, и тот 2003-й, после которого Яковенко сказал и произвел этот стиль. Нужно сказать, что сопоставимым событием, вот тоже обсуждающимся в этой книжке, и в частности, в одной из них человек, как субъект культуры, это была тема перехода в 2000-е годы. Даже формально вы знаете, что в политологии у нас считают, что 2000-е годы начались с 11 сентября 2001 года. Ну так, по умолчанию получается, да? Но вот здесь-то обсуждалась проблема, которую сейчас забыли, только иногда в связи с искусственным интеллектом на завод. Это проблема 2000, и люди очень сильно переживали, что будет с компьютерами, тогда надо переключаться. Вот эта тема обсуждалась здесь рядом ученых, в том числе в этой книге. Но это моя преамбула, которая еще раз говорит о том, что нужно, я это сказал на самом первом семинаре, который здесь был, и тоже так сложно проходил, скажем так, надо реально сравнивать разные подходы, которые наработаны прежде всего, конечно, не только, но прежде всего в академической нарусе. И вот та логика, в которой отнесены те люди, о которых я буду дальше говорить, Дридзе и Директоровна Сайко, которая была заместителем Роушенбахта, главным редактором вот этой серии, издателем. Но с первого семинара прошло много времени, и некоторые события, которые здесь так случились, очень достойно проходили. Например, это доклад Назаритя, который входил в эту редакторедию, издавался, печатался, работал вместе с Дридзе и так далее. Но и я бы назвал, из того, что я был, это тоже распространялось по нашим каналам. Это доклад Кричевского, Сергея Владимировича, в институте Штенберге. Я о нем скажу, почему. Потому что там как раз, вот он показывает, что когда технори, космонавт и следователь, он доктор философских наук и так далее, говорит о прогнозировании на 100-200 лет, а у него крайняя цифра на его графике, космическая экспансия, она была 1250-х годов. То есть, вот прогнозирование идет на таких максимальных масштабах, когда он говорил о том, как мы пассивно или активно будем осуществлять экспансию в космос. Речь шла и о Марсе, и не только о Марсе, как вы понимаете. Но, там было парадоксально, и вот я как раз это, там не успел ему задать вопросы, был вынужден убегать, вот, но он совсем не имел в виду никакую социальность. Он говорил о технических аспектах и о космосе в ближнем дании. А все вопросы, связанные с тем, что, а он-то, Сергей Владимирович Кричевский, говоря о космосе, какую социальную миссию внесет, на какое общество в 2100-м, 150-м, будет ли оно, будет ли оно, в каком виде и так далее. Практически эти вопросы уходили. Так вот, я должен сразу в его докладе. Поэтому, вот, в предуведомительном тезисе я как раз говорю о том, что другой наш космонавт, связанный с космосом Раук Шенбах, это не игнорировал и последние десятилетия своей жизни активно занимался именно социальными программами, будучи в Российской Академии наук руководителем советов, научного совета, он правильно называется, по истории мировой культуры. Да, Сайко было его заместителем. И вот многие вещи, они идут оттуда, потому что здесь закладывались, как мне кажется, очень многие вещи. Они не начинались там, потому что, если мы говорим о Игоре Васильевиче Бестурове-Ладо, да, Академия которого продолжает свою работу, Александр Иванович Агеев сейчас ей занимается. Но она другая, я бы сказал, она сильно другая в смысле академичности, потому что последние годы Игорь Васильевич занимался, как вы помните, Российской Академией образования, и там проблемами семьи и так далее. Но в социальности он занимался много. Он и Ильичук были теми двумя историками, которые самые наши 70-е и 80-е годы имели доступ к архивам 30-40-х годов. Всего два человека было официально допущено к этим архивам. Ильичук и Бестуров-Ладо, ну, вы знаете, что настоящая фамилия Бестуров. Вот. И мои доклады это не чтение, а там просто книг. Я непосредственно в этих семинарах участвовал, публиковался в этих книжках. Вот. И сейчас я содержательно буду говорить прежде всего о сексуальном прогнозном проектировании, которое связано с именем Домар Моисеевны Дриха. Значит, она имеет сложную такую биографию. Она практически без службы Влада-Ровесница, да, ее уже нет с нами, но это важно. Поэтому мы не будем играть в какие-то, так сказать, стеснительности. Она 30-го года, он 27-го года. Он прожил на 15 лет больше, чем она. То есть ее не стало в конце 2000-го года. Но вот сейчас заканчиваются работы по тому, чем она непосредственно занималась. Я имею в виду градостроительный проект в Москве. Это тогда третье колецо было. А теперь мы заканчиваем. Этим летом должна быть введена станция Кутузовская, 4-й сквозной линии железных дорог. И вот весь комплекс вопросов, а он в градостроительном плане начался после войны, обсуждение вот этих проектов. Дриха руководила коллективом в 90-е годы примерно 10 лет. Примерно 10 лет. Это было на уровне Москвы. Она была официальным руководителем ВНИКа, который занимался социальным обеспечением, научным и социологическим обеспечением этого проекта. Значит, это не просто главный принцип работы Дриха и той школы, которая ей обязана, это мысль в действии. То есть это не мысль, которая сказана, как-то отдельно опубликована и так далее. А это мысль, которая облекается в градостроительные решения, буквально с главными архитекторами и так далее. Вот эти коллективы, ее знали все архитекторы, кто занимался городом Москвы, я это проверял. И заседание ее совета не только в институте социологии или в Академии Геннаук, но они прямо, вот тогда это не и Москва, я по-моему назывался. Генплана Москвы. Генплана, да. Вот как бы люди непосредственно экономисты, градостроители и так далее. Нельзя сказать, что она заменяла ни в коем случае, она занималась научным сопровождением. Но ставилась задача не только разработать, этим занимались прежде всего градостроители, а вот для того, чтобы это формировалось, во-первых, на основе активной социальной позиции тех жителей, которые там располагались. Изучалось их мнение, шоу-мониторинг, работали с письмами, работало довольно много групп. Да, и вот эта комнатка Дриджа становилась неким таким штабом по научному проектированию вот этих работ. И ее проблемы были не связаны с тем, как и какой ширины полосы будут, движения, да, а именно для того, чтобы прогнозно вести в социум вот эти решения. Вот эти решения, которые принимали, она считала, что нужно в рамках социального прогнозного проектирования учитывать обратную связь. Это кибернетическая идея, которая как бы и являлась одной из сторон вот этой мысли в действии, потому что нужны были. Сейчас вот некоторые идеи, они используются в интернет-вариантах, когда активный москвич и так далее. Причем Дриджовские чтения уже 20 лет проходят без них, вот в том числе вот уже заявлены на 23-й год, они осенью проходят. Вот тоже я на многих из них был, вот к сожалению не стало прямого продолжателя его дела Тихонов, Тихонов был, Горшков Тихонов, Акимкин и так далее. То есть там целый ряд людей до сих пор, кто наиболее молодые из них, они всю эту работу продолжают. И вот на Дриджовские чтения очень многие выступают с позиции большого сожаления, что вот сейчас в этих условиях просто никто не видит даже близко возможность того, что делала Дриджа в 90-е годы. Потому что принимаются решения, и они, к сожалению, против чего Дриджа очень активно выступала. Ну, например, и я предполагал, что я буду сравнивать, сравнительно, она очень резко выступала против оргдеятельностных технологий или системно-мышлодеятельностного подхода, идущего от федоровинства. Ну, вот буквально как-то раз я там писал, СМД методология, это вычертывалось сразу при редактировании текста, почему? Она считала, что вот это слияние мысли и действий, вот не мысль в действии, а системно-мышлодеятельностная методология, да, или мыследеятельность, вот термин сам. Она считала, что это некая театральная ширма, под которую осуществляются очень жесткие психологические воздействия, которые она считала этически недопустимыми, научно-нецелесообразными. Вот отсюда ее подход, который назывался семью социо-психологии, то есть она как социолог, которая работала с Ли-Владой, и как бы вот она была оппонентом, например, у опыта Павушаича на его диссертации по пропаганде, это первая его диссертация, потом она у меня была оппонентом на диссертации, вот, и Тамара Морисеевна говорила о чем? Что есть, и должен быть, во-первых, анализ коммуникаций реальных вокруг этой темы, да, и для него должен проводиться, как она называла, это метод ей разработан, интенциональный анализ. Ну, слово интенция знакомо нам с древних людей, ну, например, Яскорс имел эту интенцию, как бы, как сложно организованную такую философскую мысль стать, а у нее это конкретно было. Это мотив и цель. Вот всегда с мотива и цели, он для нее был ключом, она прям так написала, интенция, это вот можно просуметь. Но здесь, вот, в рамках темы у социо-психологии открывались очень многие вопросы, которые она реально видела и в том числе влияли на оценку многих, ее характерных тогда методологий. Она считала недостаточным чисто социологическим методом, и в этом смысле она была, ну, жестким таким человеком, потому что она работала с Групшиным, и когда-то под его руководством в смысле массовых вопросов. Снова я сказал, что без службы уманы она у него работала. Дело в том, что Игорь Васильевич, он рано защищал, а Дридзе поздно. Поэтому в губы-черавесниках они попадали в непростые отношения. Дридзе дали защититься только в конце, ну, середине 80-х годов. Хотя она была очень известна, уже ей было в солидном возрасте и так далее. И вот ее звездные 90-е годы, когда она очень много и успешно работала, была востребована, вот здесь очень важно, что она не восточный, в отличие от лазарикан, который связан с институтом, значит, востоколения. Она как раз по языкам, у нее главный испанский и английский, да, то есть она опиралась на испано-европейскую и американскую традиции, но не соглашалась с ними, публиковалась там достаточно активно. И вот этот инстанциональный анализ по Дридзе, он вывел ряд очень сложных таких, ну, неоднозначных, я их обозначу, не буду раскрывать детально, феномен, глядя на время, не буду. Это, например, смысловые ножницы. Она говорила, что в коммуникациях много проблем. Возникает смысловой вакуум, это ее понятие. Когда, например, управленцы хотят одно, а это сексуально неориентированное управление. Когда есть вакуум между управленческим решением и позицией снизу, как мы сказали, да, которые выявляют социальные опросы, сексологические, но сексологические опросы, как и прогнозировала Дридзе, они сейчас явно деградируют, она говорила об этом, а мы уж с вами видим это в полный мир. И вот не учитывая такие феномены, как смысловой вакуум, смысловые ножницы Дридзе, это когда два разных человека обсуждают одну и ту же тему с достаточно разной мотивацией. То есть цель-то у них одна – обсудить какую-то тему. Ну вот примером смысловых ножниц для меня являлся первый наш сегодняшний диалог по экстрасенсам. Это реальные смысловые ножницы. Ну вот придумали мы вместе с Тамарой Моисеевной, отчасти вместе, раньше, это игры сознания как конкретный психологический фенометр. О нем он связан с именем Рушенбаха, который, изучая Троицу, говорил, чтобы уйти от междисциплинарных проблем, надо использовать идею троличности. Он говорил зря по себе, потому что он занимался и теорией искусства, и космосом, и математикой, и военкой, и чем только не занимался. Он говорил, единственный выход состоит в том, что вот феномен Троицы, у него об этом есть такие, позволяет мне не шизофренироваться и не распасться как личность, и цельно выступать в разных областях. А вот обратный процесс, смысловые ножницы Дриза, когда режут ткань коммуникации не только одними ножницами, но и другими одновременно, а иногда и крюля ножницами, попробуйте или ленту, или ленту мебельца еще лучше резать, то у вас получается, что вашему сознанию, вот в деятельности, это невозможно. Невозможно, как в сказке, идти по трём дорогам сразу. А вот в сознании и в реальной научной деятельности, это возможно. Возникают феномены, которые мы с ней назвали «играми сознания». Вот, и это реальная вещь, которую надо видеть. При инновациональном анализе она выплывает. Это если умеет применять методы микросоциального анализа и так далее, то есть вот эта методическая поработанность у неё на порядок выше, чем у Акопа Погосовича, когда он говорит о больших феноменах и так далее. Когда Панов у нас с вами на семинаре излагал здесь шесть законов, по-моему, он так сказал, да? Ну, во-первых, это, конечно, только закономерность, а не законы, да? Потому что законов там ни одного нет. Но во-вторых, если мы возьмём последнюю прижительную книжку Акопа Погосовича, то мы увидим, что он там от пяти и шести практически отказывается, отдаётся только техногуманитарный баланс, который это тоже закономерность, но он так мягко о ней говорит, что всё-таки вот она-то на ней он наставил. Я имею в виду последнюю книгу шестнадцатого года, больше у него нет, ну, как бы не выходило. Поэтому у него диапазон намного шире, чем у Тамары Моисеевны, потому что он берёт вот первого взрыва до бесконечности развития, ещё шире, чем у Крючевского. Но методические способы у него остаётся те, которые были на вооружении, когда он писал первую диссертацию по психологии, по пропаганде. А у Гринза наработана серия методов, которые интегрируют семиотику раз, психологию два, социологию три. Потому что она была вот только с Сайко, её в этом смысле с этой диссерной можно сравнить, но Сайко историк-археолог, которая занималась ремесловом средней айси, и потом переключилась на психологию. И сейчас она член ГОР Российской академии оборудования, издатель журнала и так далее. Но у Гринза это вот это, три в одном. И это вот так оказалось, это уже после смерти Гринза, на Гринзовских чтениях я говорил, что это уникальный способ, фактически это реализация принципа Роушенбаха социологии и психологии Семёновской. Потому что она за счёт того, что блестящая вот этими тремя науками, как минимум, владела, потому что у неё она работала в Институте социологии, а у вас там психологические технологии. И как бы, причём это конкретная такая психология, которая позволяла анализировать социологические выборки конкретного человека и так далее. Кроме того, она обладала вот таким мощным организаторским талантом, привлекая, ну, в частности, меня и Кроник, Александр Александрович Кроник, наш известный специалист по психологии времени, сейчас он живёт в Штатах. Докторскую провалили ему в Институте психологии, где я тогда тоже работал. И он был вынужден уехать там с Украины в Москву, а потом, значит, дальше. Вот. И вот это жизненный путь. Это проблема жизненного пути. Я уже как бы подхожу к той точке, где я могу даже останавливаться. Всегда очень важно подрезать, и я вот с Кроником у неё вёл эту линию, это анализ жизненного пути личности, прежде всего, занимающегося проектным деятелем. Потому что мы иногда говорим, что вот проектант, и у него есть проект, некая отчуждённая часть его. То есть он что-то разработал, издал книгу, написал статью, закончил некий проект. Но на самом деле, если мы посмотрим на жизненный путь Тамары Манисеевны, а она меня просила его посмотреть, я с ней специально об этом говорил. Мы видим колоссальную динамику внутри жизненную. Когда менялись у них, не только проекты менялись, но менялись некие установки, говорим, по узнав за установки, или какие-то иные, которые позволяют говорить, что происходили дефоркации мировоззрительства. Буквально. Вот иногда этими дефоркациями становились переходы в разные институциональные структуры и так далее. Их много. Но тем не менее, я, по крайней мере, вот этот тезис хочу подчеркнуть, анализировать рейды, чтобы понять, и о том Погосовича, и Сайко, и всех, о ком я говорю, обязательно нужно иметь в виду жизненный путь самого проектанта, как субъекта культуры проектирования. Когда мы говорим о проекте, вот весь проект, и все, до него ничего нет, нет нетворческой группы, которая его создала. А вот Дринза-то как раз доказывал, что вот те интенсии, не только прямые цели, но неосознаваемые. Только что мы говорили о сверхспособностях. Есть проектанты гениальные. Я-то на самом деле видел и выдающихся экстрасенсов тоже. Например, одна из этих дан, там архитекторам указывала на ошибки в планах строительства здания. Значит, она говорит, вот здесь вот ошибка, потом проверяли и находить. То есть здесь могут быть, но я не говорю об экстрасенсах, я говорю о том, что надо иметь в виду, что есть сверхспособные люди и есть малоспособные, как когда-то сказал в моем присутствии герачин, это вид, как говорит. Но мы ищем того, кто сладеет тебя, для того, чтобы, как бы, ну, он тебя не съел, и поэтому мы продвигаем таких людей. Так вот, уход от этого возможен только при обращении к жизненному пути человека в целом, пониманию, что предшествовало этому проекту, что будет его сопровождать, потому что у Дрекзе сильная сторона была не в том, что проект, а проект живет своей жизнью, реализуя стратегию, стратегию не проекта, вернее, не стратегию интеллектуальной системы, да, или чего-то. А вот анализируя, например, ОДИ-игр, она говорила, что цель одна, а лентенции, Георгия Петровича, другие или других проектантов. Она тоже в них участвовала, да, причем, как бы, позиция аналитика этого. Очень много, что можно говорить о мысли в действии и стерео-социопсихологии. Я еще, пока вы мне сигнал не подойдете, хотел сказать еще об одном очень важном варианте, который Дрекзе, ну, и Муздебай, пока я этого строго не называл, но он ныне активно работающий, он известен своей работой по инициативе и ответственной. Вот это, на самом деле, одна из ключевых позиций, которая тоже очень важна вот для моего заключительного тезиса. Дело в том, что выдвигать инициативы могут одни и те же люди, люди разные, и может быть построена, а Гриза это очень любила, типология и субъектность. Ну, вот, например, как люди понимают текст? Она выделила семь типов понимания текста, да? Значит, когда человек понимает не только текст, может его передать, начинала она давно, когда газету «Правда» читали, да, и вот задавался прямой вопрос, прочитай, изложи, да, вот, можешь, не можешь, да, это изложение, а дальше цель, интенция, «Зачем на них?» И вот получила Тамара Михеевна выдающиеся цифры, которые недавно, кстати, на огромной статистике, Гриза, никогда огромной статистики не было, она делала в основном качественные исследования, качественные не в смысле самооценки, а в смысле использования методов, качественных методов. А вот Жаворонков, Александр Михайлович, недавно совсем, он подтвердил это на огромных выводах. Оказалось, что понимание интенций текста, проекста и так далее, проекция сложнее текста, там еще меньше будет. Но это от 8 до 15 процентов, причем они не зависят, минуточку, от уровня образования человека. Кандидаты, доктора на луфь понимают не лучше, чем просто крестьяне в Воронежской губернике. Понимаете, вот это радостальные вещи, которые с цифрами в руках показывают релье, потому что они понимали, зачем это делается. То есть, вот вообще-то говоря, те первобытные народы, которые анализировали Сайко или Назарькян, иногда интенциональную фазу, то есть, не затуманенную словами, понимают лучше. А на сегодня, когда мы видим массовое манипулирование и так далее, то вот здесь важна мусдебаевская диалектика инициатив, типология, и типология ответственности. А это разные типологии. То есть, те люди, которые выдвигают много инициатив, часто оказываются другими по типу ответственности. И вот здесь смысловые ножницы получаются. То есть, человек много выдвигает интересных предложений, да, ну вот, например, те же, там, допустим, Борис Шторминги, да, там очень важно, чтобы вывели люди, кто инициирует что-то, да, но там-то решение другое, не мусдебаевское, если мы говорим о методике вот такого мозгового шторма, да, а мусдебаевский вариант, он связан с тем, что есть определенная связь, оптимальная, именно инициативности и ответственности. И вот как показали исследования психологов, в частности, на играх, потому что здесь два слова скажу о зоне своих интересов, там, я, у Гридзу занимался теми играми, которые для нее приемлемы, да, то есть, другая типология игр, гомеостатные игры и так далее, вот, но там очень важно правильно состыковать, чтобы у человека развивалась как инициативность, так и ответственность, потому что, если он будет безответственным на инициативе, то вот культуры личности никогда не будет. Это ведет в дисгармонии просто личности как субъекта, да, базовая вещь, даже не только, Гридзу показал, и профессионал безответственный, очень, после нее, вот сейчас проводят, вы знаете, аудит социологических исследований, и, такая форма, и показывают, получили данные, опубликовали, потом едут повторно по этим местам, проводят аудит, нет тех людей, нет тех данных, нет тех мест, даже иногда, где якобы проводили платные опросы. Поэтому, я пока совсем не затративаю вопрос, который тоже очень волновал нас, он не имеет решения, но, это вопрос субъектность или генери. Вот это очень сложный вопрос, потому что, как показывают целый ряд исследований, я не буду об этом специально говорить, но есть конкретное исследование, когда начинается сильное включение генерины и стимуляции, высшие психические функции и дырание крови. Знаете, я не буду сейчас комментировать, это могу быть темой отдельного выступления, значит, наоборот, не всегда, вот, доказывают, вот, прямой путь, он практически всегда, там есть только временная отсроченность. У некоторых людей, кто придумывает опосредованную форму, посредничество в этом, то там иногда это не сразу наступает и не столь яркой формы. Но это проблема абсолютно для всех, а просто она по-разному в процессуальном плане развивается. Вот, и, значит, уже я, поскольку вы не останавливаете, я сам буду останавливаться. Я сам не хочется. Вот, значит, я буду останавливаться сам, поэтому, вот, сравнивая разные возможности проектирования, ну, мы сравнили, вот, эта когорта людей, которых я обозначил пофамильно, да, значит, это люди, которые реализовывали тот жизненный план, циву, который правильно бы назвать стратегией жизни как ученых и следователей, потому что и по Назаритяну, и по Дридзе, и по Бестужевуладе мы можем говорить о том, что это жизнь посвященная определенной теме. Очевидно, при всех депортурациях, это жизненный путь последовательно проводенный людьми, там, и не надо говорить об их компетентности, там, так сказать, званиях, обо всех, но вот этот академический верх, он у них мог состояться, даже тогда, ну, а то, по-другому, в 19-й год, да, то есть это уже вот времена сурового рынка, скажем, и он неоднократно жаловал, что на него, не кем мы испытывали от этого определенные трудности, институциональные лунки, потому что эти сотрудники Дридза как сидели в одной пункте, так и сидели. Да? Вот Дридзе все. А вот сколько раз переименовывались институты, структуры и так далее, и так далее, сейчас слита вся социология в один центр, аббревиатуру, которую не просто вы говорите, запомните, но тем не менее вот можно это преодолевать через Дридзевские чтения и так далее, выводя на некий стратегический уровень, но сейчас даже о стратегировании, я говорю не о всех видах стратегирования, а только о стратегии вот жизненного пути или стратегии жизни исследователя от субъекта культуры проектирования или проектной деятельности. Ну и как бы самый последний вопрос, который вот заключительный тезис моего выступления, все-таки когда мы говорим вот о таких длительных промежутках времени, которые охватывают здесь непрофессиональный жизненный суть человека, то здесь важна разработка методов, которые могли бы исследовать глобальную проблему, и проблема жизненного пути, целый ряд от длин доедущих проблем носит безусловно глобальный, но глобальный не в смысле глобалистики, а в смысле глобальности для человека как субъекта культуры. Вот только в этом смысле. Вот здесь вот жестко. Так вот, можно ли найти некоторые методы, которые бы позволили что-то здесь реально исследовать, и какие-то методы, позволяющие не просто говорить, или там философствовать, или писать культурологический, не дай бог, политологический текст, которых много на уровне безответственности. У нас неизвестный политолог Панарин в Линце выступал в 96-м году, у него там Америка на экране рассыпалась на 6 частей. Значит, это был 96-й или 98-й год. Вот. И даже Сорос ему позвонил сразу, сразу после того, как рассыпал. И вот, это его рассказывание. Вот. Но, буквально, он, по-моему, там из России чуть ли не несколько человек только было. Большая международная конференция в Линце. Ну, а сейчас спрашиваю, а что же произошло-то вот сейчас? Вам-то не стыдно за ваш прогноз, потому что в 96-м, восьмом рассыпалась Америка на карте. На весунородной конференции. Нет, стандартные ответы есть, они заработаны, но мы не в стандартной ситуации с ним находились. Вот, поэтому, как бы, ответ такой, что, ну, еще раз сыпется, кроме того, что, и так далее. Ну, такие же вещи сейчас можно сказать, хазина и так далее, где много чего происходит. Вот здесь как раз я вспоминаю Муздебаева о психологии интересного и ответственного в подходах профессиональных. Но заключительное слово связано с тем, что есть группа методов, которые очень интересны, они сущностно выходят именно на проектирование проектной деятельности в разных их вариантах. Это так называемые субъектные транспективы времени. Значит, вот эти транспективы, то есть, это, что само слово обозначает, это связь прошлого, настоящего и будущего для конкретного субъекта, коллективного или индивидуального. Ну, например, Гумилев занимался транспективой этно-сад и вот рисовал. Ахиезер говорил, что Гумилева надо посадить в третий раз и так далее. Это вот в рамках этих же семинаров, где Ахиезер активную роль играл, значит, вот обсуждали все эти моменты, он говорит, если вы будете говорить о Гумилеве, я выхожу сразу в дверь. Вот, и так далее. То есть, вы понимаете, вот эти политические моменты, когда мы вмешиваем, то транспектива времени на уровне индивидуальном, я настаиваю, я лично занимал тренинг, социальная, мне важнее всего, трансферене, и во времени. Но это я назову нескольких психологов, кто этим занимался, это Ковалев у нас занимался, ну, наверное, из самых известных, это Финина Александровна Вульханово-Славская, наш выдающийся ныне живой, еще пока психолог, да, это школа Рубенштейна психологии, вот, но здесь важно найти и нам любой проект в той или иной мере является трансспективой времени, потому что мы не можем с вами построить проект, не учитывая нашу установку, и вот все, что я об этом говорил, поэтому для меня вот построение таких проектных вариантов, которые бы были социально-прогнозно встроены в развитие социума, не просто какой-то, да, и под видом игры, там, чего-то мы перестраиваем институционально или как-то еще, вот в этом отношении я думаю, что ты можешь развиваться, мне это кажется перспективным линием, линием еще раз, третий раз за сегодняшнее выступление, академического прежде всего, связанного не только с инициативой, но и с ответственностью, да, и сопряженного со стратегией жизни человека и как исследователя, хотя бы, потому что построить стратегию жизни для всех на сегодня слишком дорого и сложно, а вот для проектантов это с моей точки зрения абсолютно необходимо и ответственно это надо делать. Все, спасибо. Я обещаю. Спасибо вам большое.